Слово Христово да прозвучит в сердце каждого. В Чебоксарах Святое Писание, переведенное на чувашский язык, презентовали в формате аудиокниги для инвалидов по зрению. Кто желает Слово Божие слышать, тот стремится. Значит, хочет иметь в своем сердце Бога. Наша цель, цель христианина, быть всегда с Богом, вечно. Аудиокнига была подготовлена в рамках проекта «Свет Христово просветит всех», реализуемого при поддержке благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского. Основная задача проекта – создать просветительский и издательский центр для инвалидов по зрению на базе Чувашской республиканской специальной библиотеки имени Льва Толстого. Новый завет на чувашском языке – это только первый шаг. Отличная, конечно, больше всего Евангелие. Но если мы до этого читаем Ветхий Завет, и прийдем к Евангелию через Ветхий Завет, книга становится величайшей. И поэтому советуем читать, конечно, все время Евангелие, только читать и Ветхий Завет. Ева Николаевна Лисина давно взялась за перевод писания на чувашский язык. По ее словам, путь спасительного слова к сердцу христианина сокращается, когда речь звучит на родном для человека языке. Для Чуваши теперь Новый Завет будет звучать голосом бывшего диктора Чувашского радио Владимира Суркова. Главное дело – не читать книги, а слушать. Поэтому для меня это очень важно, чтобы слушали.